следующая тема она важна настолько это одна из основных есть еще вторая это потом я специально для Елены Александровича расскажу где у него через 10-20 лет будет Нобелевская премия но это чуть позже а вот это я совершенно не виновата ну не виноват я ну вот нахрена мне было вот это подсовывать мол это я это приваю у земли у земли и нижние скелетные ветки где хотят там и растут чаще всего вот на такое расстояние от почвы вот но есть специальное я опровергну это со стопроцентной уверенностью и доказательность базы потому что речь идет вначале о грушах потом об яблонях и прочее то есть обо всех культурах страшнейшее казалось бы полезнейшее наблюдение которое приводит к страшнейшему мученическому состоянию деревьев вот которая настоящий это как сказать я уж не знаю как это прям настоящий геноцид превратилась я вынужден вам рассказать его уже потерпите вот мог бы двух слов сказать просто простите и забудьте навсегда но я должен доказывать что это неправда хотя здесь ссылки на ученых итак повышение зимостойкости деревьев чем выше тем теплее вот сейчас вы с удивлением узнаете дело в том что цифра настолько невероятная что им просто можно не поверить но те которые эту статью пишет он рассчитывает на десятки на сотни это же знаете что сейчас только интернет вспомните я вам покажу ниже эту же опять наткнулся опять на эту поливкина у которой миллион триста тысяч людей благодарили и когда она научила их деревья убивать миллион триста тысяч и вот еще одна один такой статья я вынужден вам подробно рассказывать вынужден мне просто попробуйте поверить зимой морозные дни холодный воздух скапливается у границы свежего покрова а выше этого не всегда теплее сейчас прошу прощения ко мне кто-то пришел вот девчата опять подкормить надо сейчас немножечко денег подкинуть и угостить так уж сложилось или сейчас больше на всем свете никому сейчас пошел сейчас прошу сейчас просите меня ребята это тоже не пустяк что-то первый небольшой позови девчонок поешься на этом салверке есть так поехали все я больше не может и так значит очень важное дело сейчас вы будете удивлены я надеюсь что вы станете моими сторонниками хотя это очень сложно будет сильно весовые категории разные и так вдруг оказалось что многочисленные измерения так получается что на высоте 2 метра от снежного покрова теплее на 8-10 градусов во первых сразу скажу это неправда это раз так во вторых мне кажется вы тоже сразу скажете решил чтобы в африку попасть или там хотя бы в крым надо всего лишь это на высоте 2 метра сделать поставить кровать прямо на улице может быть нет конечно это все туфта но человек это для чего-то эти 8-10 написал для чего внимания пусть я нудный пусть долгома с дослушайте если принимать внимание ттт можно вычислить через сколько сантиметров двигаясь вверх температура будет постоянно повышаться то есть он решил так смотрите если над вами перепад 2 метра уже 80 градусов теплее а потом добавляем ну-ка 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 и что получается ну ты выше уже точно апрека я сейчас буду убивать этого автора но чуть позже и так значит 40 сантиметров уже 40 перепад 8 градусов изменение температуры происходит равномерно это он решил так через каждого 20 сантиметров она будет на градус и теперь сейчас вы поймете насколько подло вот эта вся система в нашем месте нижегородской области уровень снежного покрона когда зимой были сильные морозы достигал 67 сантиметров так если следовать рекомендациям что штамм должен быть 57 сантиметров то скелетные ветки будут отходить как раз на уровень снежного покрова в самом холодном месте представляете что будет дальше будут подмерзать поэтому я считаю что увеличение штамба на 60 сантиметров вверх до высоты почти полтора метра позволит снизить отрицательное влияние температур а что такое увеличение штамба и чуть-чуть забегая вперед увеличение штамба показать чуть-чуть забегая вперед чуть-чуть чуть-чуть вот оно увеличение штамба вот таких вот научили неудобно материться все таки женщина вот таких их научили и все что это до высоты это еще ладно там у него получается нет он еще не все сказал идем дальше смотрите внимание это еще не все 130 еще не все лучше собирать плоды с высокого чем совсем остаться без урожая когда дерево погибнет то есть он считает если мы дерево до высоты не отрежем то она погибнет у него же ветки ветки все это не отрежем а если все таки изувечиваем штамп да помните сколько ран вот она не погибнет вот это дикая логика страшно чая абсолютно страшно человек когда даже снег не становится союзником вспомним персики под снегом это нормально до нижней скелетной ветки под снегом старая технология сладцевой яблони целиком под снегом это чё ну ладно но мало ли чё люди посмеялись бы над ним но у нас не смеются она считается раз на все таки а теперь внимание и на санна это и вас касается мои выводы подтверждают с результатами получу акимом чевелем мичуринском не вы случайно там не были генетики селекции плодов растений смотрите изучая степень подмерзания древесины у однолетних просто вруши памяти якорь они выяснили что на 7 сантиметров ттт подмерзание было такое она в большей высоте при температуре минус 37 было незначительное у него получается что чем выше тем теплее но если бы даже так было что там 10 градусов это бы еще я бы на это внимание не обратил я обратил внимание на то что вы завещали штамп понимаете вот так выглядит мертвое дерево это мертвое дерево вот вот так вот это и какая к черту морозостойкость может быть у дерева а потом я вам показывал это это или другое дерево распиливал через раны и все стало ясно но это ладно еще не все самое главное впереди вот и получается что увеличение штампа на 60 сантиметров шерсть рекомендуем для меня он сошел с ума снизу степень подмерзания если бы ты мог вырастить штамп без единой раны до высоты полтора метра я бы еще согласился что какой-то как сказать лучше бы не стала знать почему когда голый штамп я вам потом еще покажу я называю это стриптиз деревьев на морозе и мы сделали горный голый штамп по бесстыжим вот так вот с голый штамп у него он должен быть закрыт ветками а почему я уже говорил он уже не знает что с неба падает вода и имя он же про груши и груши сгнивает потому что из-за прореживания кроны из-за того что столько меток отрезал по вода течет по стволу и они сгнивают откуда ему это знать он уперся в эти что на 10 на 10 градусов а то ему это сказал так попробуйте я же пробовал ведь потом у тебя болтут на 0 метр и 2 вот у земли или на градус теплее или везде одинаково идя 10 градусов я в голову еще не даю что нет таких мест где до 10 градусов отличается ладно возможно что на этот сопротивник высокой снашлись низкие штампы которые скажут что низкие штампы способствуют снижению образования морозоборья конечно снижают но если высокий штампы побелить вот наша песня хорошо вот делать нехрен искалечить отрезать да как можно выше почти до уровня головы так и а эти еще выше вы знаете они самый крутой этот я вам показывал фею вот так вот режет до такой высоты вот а потом делать нехрен но они-то ладно они зарабатывают серебряники как чем не 30 а больше серебряников почему потому что тут за рядом идет и реклама понимать это же не просто телевидение не просто канал телевидение где они царствуют ради этой рекламы они поверят и обернуть белым все сделают вот а как морозобоя не будет вот они ведь не надо вы уже дерево искалечили но это еще не все от предельно низкой температуры но у меня свежего покров защиты нет когда-нибудь ребята вы вот не он а вы кто меня слушает пойдете прививать как я очень рано сибирь это короткое лето и длинная зима и приходится рано начинать часто при не при морозах но минус пять минус восемь вот вторая полна марта вот в апреле бывает у нас тоже минусовые температуры значит получается что я прививаю на земле останусь на колени стою мне тепло руки мерзнут но относительно но стоит мне встать на весь рост а там мороз я не раз убедился еще бывают пасмурные дни бывают солнечные дни солнечные дни это вот кому я говорю это вот он-то меня никогда не услышит это другой мир когда ссылается на ученых это другой мир солнечные дни чтобы знали вы он-то никогда не узнает солнечные лучи бьют снег и отражается и при самой высокой температуры теперь вы уже знаете догадались а может и без меня знали это он не знает этот что а самая высокая температура на уровне земли я всегда сяду грею стану мерзну пусть это а я имя мерил температура везде одинаково или чуть-чуть теплее у земли теперь рекомендации пошли конечно нельзя с неба подражать например вот это знаете как будто на свете есть не только там ангела но есть еще и дети сатаны так что ли вот потому что вот ну нельзя так а теперь теперь эмоции закончились началась нормальная работа вот это видите фотографии сделаны еще старым старым фотоаппаратом вот это я первый железов делал штаб но не такой как советовали вот всего лишь полметра вот я делал красивую крону красивая бедная груша где она сейчас если правда черенки брал и она у меня быстро лет за 5 за 8 угас ладно это проехали вот вот это тоже железо с железо я на дворец стою видите вот написать железо дурак но так а вдруг прилипнет кличка а видели это дерево долго не прожило штампа у нее замерз просто замерз а теперь самое главное кто-то из вас самые старые ветераны железовского движения может видели таблицу вы заметьте вот когда ученые чего-то и делают в них как бы они делают как заранее известен результат осталось подогнать под него цифры вот они подогнали на высоте 2 метра на 10 градусов ну вы смеетесь уже со мной вместе на высоте 2 метра 10 градусов правду хотите вот это вот приезжает ко мне извините что повторяюсь вот два супер специалистов бойкова много-много-многолетний директор шушенского сада государственного испытатель от бога вот значит кандидат наук директор вот а это курдюма можно не представлять николай вот таблица которая она привела привезла вот одна из них внимание сейчас вы будете шокированы вот то что для кого вот это вот было сделано да какой подлой вещи потому что то что советует уничтожать ветки до высоты полутора по 7 метров а эти пошли еще дальше это не самый крайний случай тут же ясно сказано кажется сантиметр на пару еще 2 еще 2 еще 2 а там жаплика так поверили смотрим сюда новосибирск селябинск кабакан май на червашке это мой район вот и красноярск внимание вообще смотрим шире или даже шире посмотрим почему берется три зимних месяца так просто интересные цифры давайте вначале ну чуть отклонимся но я же сравниваем температуру зимнюю а время выбрано смотрите 2001 год 2005 так совпало что самые страшные зимы были по всей сибири везде где вот стоит вот эти вот название городов это 2000 2001 год сюда не попал и 2005 2006 сюда не попал а вот средние вот эти вот 2001 по 2005 среднем средние так это относительно теплая зима вот это у нас было до минус 38 39 ну 40 ну несколько дней это у нас считается тепло смотрим вначале от уходим от темы про высоту просто сравниваем теперь новосибирь челябинск минус новосибирск это чтобы вы знали где вы живете сибиряки и чтобы другие знали у которых цифра гораздо мягче и так новосибирск 18-20 я беру только зимние но мне интереснее чем среднегодовые согласно 18-20 челябинск намного теплее а бакансияногорска ну чуть-чуть для новосибирска не дотягивать на один градус вот 20 вот 19 так вот май на серебушке то же самое чтобы не говорили что в раю живу да не 20 до 19 один вот полтора градуса и не все и не все и наконец красноярск он на севернее меня находится на 400 500 километров а те же 18-20 и так там 18-20 а бакансия ногорска 16-19 потеплее телябинск теплее с этим разобрались конечно не курорт но 1 2 градуса против новосибирска и красноярска согласны это для чего нам надо знать а чтобы узнать что вы железово берете косточки у меня черенки у меня у этого у сергея железово саженцы вы знаете переехал новосибирск а там среднегодовая на 1 градус много или мало кто-то скажет много кто-то скажет мало а дальше вступает моя теория моя практика в каждом месте в новосибирской области в каждом городе в каждом местности там как на там на сотни квадратных метров километрах может эти места где будет теплее намного вспомните южный склон люди такие раз это засверли северный склон снег лежит это одно и то же а это одна и та же гора понимаете а теперь я уже еще еще ладно отклонись а потом а у нас на кубани слишком жарко абрикосы дохнут ну ищите тогда что остается говорить в любом месте можете правда не вырастите но тогда найдите северный склон это когда я говорю северный склон я имею ввиду сибирь западный склон сибирь а кубань ну тогда выбирайте восточный склон и этот и северный склон и садите так чтобы там солнечные лучи не били сюда а скользили вот так как бы ваш склон переехал на север на 200 на 500 километров только потому что там больше тень там меньше про это почва про просушивается про как-то слово такое выбрать не горит не горит вот так можно сказать везде можно найти выход ну в общем вот это одно а теперь возвращаемся к нашим баранам кто баран сейчас поймете внимание независимо от того новосибирский челябин сабакан смотрим теперь вот так это не я эта таблица открыла мне правду на всю как бы сказать то правду так смотрим минимум новосибирс 18-20 а теперь лезем вверх вот если брать как он хотел на высоту 10 метров у него получилось бы там уже не минус 40 а уже допустим плюс ну то есть на кассе ой не могу я уже это повторять за ним и так смотрим было 18-20 а его и кто-то мерил температуру на высоте 10 метров что оказалось ха-ла продолжать нет эти которые обзываться неудобно ха-ла-дне-е челябинск четыре девятнадцать на высоте чуть-чуть на холоднее абакан холоднее я это сам проверял только на я на два метра не на десять майна холоднее прилично на три градуса где-то и наконец красноярск тоже на три градуса ну что и вот я однажды когда то я первый я в то время так мало было литературы я боюсь в личный раз пинать профессиональное хозяйство может не они но кто-то напечатал вот примерно как там было только не такие крайности что на десять градусов там было примерно на два на три градуса то есть если на уровне посвели там была посвели уровень снега называлась цифра какая-то то на высоте один метр было на один два градуса а на высоте два метра еще один два градуса но это круто я тогда взял и сделал а это у меня есть книга в старой литературе у меня ну триста четыреста статей это значит что я чего-то на меня верили мне печатали это не шутки это основополагающая технология я двадцать привык персиков сделал на вот это почти на уровне земли а двадцать я я как помню я остановился на табуретку я был дурачок только бы не прилипла кличка был таким дурным что я становился на табуретку И на деревьях, опять же, я привал к абрикосам Абрикосы это трёхметровые Я в скелет, привал, 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 привал Зачем я стоялся на табуретку? Он это падал, вместе с табуреткой падал Шатается Вот Но я сделал и там 20 привал Я старался И что вы думаете? Все 20 погибли Догадайся, какие? Те, которые высоко А все 20, или почти все Которые были Вот на такой высоте, остались живы А теперь, скажем, все снегом закрыло? Может, одну-два закрыло Но снега-то у меня никогда не бывало И они без снега, но близко к земле Они оказались живы У меня потом были проблемы с ними Потому что быстрый рассвет У меня сразу много персиков Я такой крутой Я давай их резать и давай уничтожать Всем черенки подавай Персиковы Это же была не шутка Это было... Ну, это как золотые собородки А все началось чуть ли не с одной почки Итак Убедил? Не убедил? Ну, можете еще посмотреть Помните? Влажность Средняя влажность У меня потом просьба будет Найдите мне влажность в Петербурге Это очень важно Очень вас прошу Здесь получается 70 до 80 Так, дальше До 81 До 78 Так, то есть у нас получается Даже меньше, чем Челябинский Так, и меньше, чем Новосибирский А говорят, что у нас же тут Крем от особый А он оказывается такой же сухой, как и везде И опять 78 И, наконец, вот тут по-краснодарски еще суше оказалось Все у меня Вот То есть Но, в принципе, если не придираться Можно считать, что Влажность везде одинаковая Вот смотрите, какая полезная таблица Самое главное Благодаря вот этого Это ж не я цифры ставил А? Это не я цифры Вот такая она есть таблица Вот эту дурь А кто-то ему Они же для чего живут? Так же, как дядя Ваня Вот Научил, как убивать деревья Это вроде Это он в виде учебы фильмы снимал, да? А потом Пишет Ставьте лайки и так далее Вот Ему нужна вот эта А вот эта для чего нужна была? Вот Вот так вот, пожалуйста А дальше еще Как повысить морозостойкость яблок И ниже-ниже Я почему на грушах застрял? Груши боятся Просветления кроны Они сгнивают штамп Когда по нему тьет вода Он и становится неполноценным штамп Потому что он подгнивает И его быстрее угробит мороз уже А потом вспоминаете Эти же плесени, эти же грибы Вот в такой вот мире мы живем А кто ему запретит Вот этому человеку Вот эту дурь была? Видите? На высоте 2 метра Вот эту дурь Ведь Если вы все Дружно Сейчас начнется зима Речь идет о зиме Купите Как я тогда купил 3 градусника Померите И скажете Да вы же Действительно там Африка На высоте 2 метра И привать надо На высоте 2 метра Как меня научили В свое время Вот Или убедитесь Больше все неправда Это Но Эту таблицу Не я придумал Как смотрю Я какой был дурачок Крона Должна иметь нарядный вид Фотография Мой позор Это мой позор Я поверил Я был дурачок Видите Качество в съемке Это 30 лет назад Ну 28 Ну все Вот это цифры Цифры изучайте Как хотите Среди вас много Серьезных людей А Асуру Очень прошу Продолжайте искать 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 Находите недостатки Любые А то Все Обязательно посади Самую лучшую косточку Половину врачи дичками Ага Сейчас Даже вот эти груши Да Вот эта лада Никогда Не вырастет Она привита На Уссурийской Дикой груши Да И поди предка Где-то 100 поколений назад Тоже могли быть Где-то дикари Или скрещивались Дикарями Вот же 40 градусов Удержит Да никогда Она уже дикарем Не станет Тогда она 10 поколений Посадит Вели семечек А это Вот пожалуйста Понимаете Вот эта вот Передача Бобер Это проклятие Современного Садоводства Ведь люди верят Ну не может Женщина Девушка Или как она Там С такими Будущих кандидатом Наук Правда По-моему Филолог Ну Ее взяли Это сюда За что Ну у нас Сейчас в армию Это Когда На полном Сереже Говорят Что там Ладно Не буду я Оскорблять Вот Короче Внешность есть Языком Владеет А остальное А для чего Вот Это Просто Показать Что Ну По земле Стерятся От земли 10 сантиметров Чего Мешают Эти ветки Даже Вертикальные Ветки Даже Вертикальные Они Не Жирующие Они Не Бесполезные Они Не Нужные Они Через Год Два Покроются Цветами И потом Этим Откуда Об этом Знать У нее Сценарий